Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Юмор, юмор, юмор вновь приходит в ваш дом, если, конечно, вы не переключили канал. Юмор является способностью видеть три стороны одной медали. Третью сторону и будем находить, разглядывая и смеясь над этим парадоксом. Как бы ни было противно от того, что жизнь не сказка, улыбнитесь превентивно, чтобы лицо не стало маской. А можно ли потерять чувство юмора, если оно имеется? Еще как можно! И я тому многократный свидетель. Большие юмористы, как писатели, так и артисты попадали в эту ловушку, будучи уверенными, что с ними никогда это не может произойти. Злость, лень, излишняя самоуверенность полностью затмевают. Это легкое, искрящиеся всеми красками, брызжущее, как шампанское, радостное чувство, чувство юмора. А когда занимаешься юмором профессионально, то нужно понимать, что эта профессия как спорт. Она требует ежедневных тренировок. Музыкант должен репетировать по многим часов ежедневно? Должен. То же самое должен делать наш брат-юморист, чтобы не утратить свой талант. А зрителям я всегда говорю, не теряйте чувство юмора. Переходим к конкретной теме, с которой и начнем. Я открыл дверь в учительскую и поздоровался. Здравствуйте, ответила Вера Сергеевна. Поздравляю вас. Она протянула мне пачку тетрадей. Я надеюсь, вам доставит удовольствие работы вашего сына. Он сделал их в последнее время. Только вы читайте вслух. Я сама еще раз послушаю. Дело в том, что я попросил ребят написать сочинение «Мой выходной день». Вот посмотрите, посмотрите, какое сочинение написал ваш мальчик. Ну, что делать? Я раскрыл тетрадку и начал читать. «Мой выходной день». Сочинение. Субботу после школы мы всей семьей играли в дурака. Мама осталась восемь раз. Я двенадцать. Дедушка тридцать шесть. Папа шестьдесят два. А потом я лег спать. Было поздно уже. Четыре часа ночи. Проснулся я в воскресенье. В три часа дня. И сразу начал будить папу. Папу я будил до половины шестого. И мы вместе начали будить маму. Маму мы разбудили в девять в сон вечера. И сразу же сели завтракать. Заодно обедать и ужинать. А дедушка у нас старенький, поэтому он спал до понедельника. Ну, что скажете, спросил Вера Сергеевна. Что я могу сказать? Безобразие? Вы посмотрите, что он пишет. Разве так можно писать? Завтрикать. А все остальное правильно. Но зато у вашего мальчика совершенно уникальный музыкальный слух. И голос тоже. В четверг на уроке пения я попросил ребятишек, чтобы они исполнили свои любимые детские песенки. Ваш мальчик исполнил довольно странную песенку. Вот он переписал мне слова. Читайте. Она протянула мне эти слова. Терять мне было нечего. И я запел. Юнацкое, лирическое. Как-то на лесной опушке Клеить стал орел кукушку. Шуры-муры, трали-вали, Ночка темная была. Неплохо для девяти лет. Правда? Сказал Вера Сергеевна. А там еще есть продолжение. Почему-то сказал я. Долго в гнездах у пернатых, К удивлению юнатов, Вылуплялись кукушата С клювами, как у орла. Откуда это? Спросил Вера Сергеевна. Он же в третьем классе только. От бабушки, сказал я. Когда он был маленький, Она ему пела колыбельную. От нее тогда дедушка ушел. Я не знаю, что бы я делал с вашим мальчиком, Если бы не его блестящие математические способности. В пятницу на уроке математики Я попросил ребят, Чтобы они составили самостоятельные задачи На тему круглых чисел. Ваш мальчик составил удивительную задачу. Я до сих пор не могу ее решить. Может быть, вы поможете разобраться? И я прочитал составленную моим парнем задачу. Задача. На мой день рождения Папа принял 400. Николай Степанович 550. Лена Георгиевна 700. А дедушка Чекушка. Ему больше нельзя, у него язва. Вопрос. Сколько принял товарищ Ерохин? Если папа отрубился в час ночью, Николай Степанович 2 часа ночью, А Елена Георгиевна вообще не отрубалась. А товарищ Ерохин подрался с дедушкой. Это уже по вашей вине, Закричал я. Это вы виноваты. Почему? Удивилась Вера Сергеевна. А потому что на мой день рождения Пишется раздельно. Я решил перевезти моего парня В специальную школу С математическим уклоном. Прошли годы, И как это ни странно, Парень вырос Очень серьезным человеком И подумал, Родители нам достаются В таком возрасте, Что от многих вредных привычек Нам их уже не удастся отучить. Юмор, смех – это, конечно, радость. Но самое большое удовольствие – Это найденные деньги. Они не идут ни в какое сравнение С заработанными. Такое бывает – Шел по улице, Нашел деньги, Пересчитал – Не хватает. С деньгами тяжело расставаться, Но гораздо сложнее С ними встретиться. Говорят, Деньги в кармане Еще не крылья, Но походку-то меняют. Один меня поучал, Деньги нельзя брать левой рукой. Нельзя, Ой, Это очень вредно для сердца. И правой рукой нельзя. Они могут навредить печени. Деньги надо хватать Обеими руками. Вот так. Логика у таких людей Приблизительно такая. Извини, что взял твои деньги, Они выглядели в точности, Как мои. Да ладно. Это Пятитысячная. Нормально, а? Пирожи не нашел. Вот подфартило, Так подфартило, да. Извините. Ничего, ничего. А вы здесь… Я наблюдаю. Наблюдаете? Да. Но вы же… За муравьями. За муравьями? Ага. А вы здесь случаем Деньги не находили? Я. Вы? Здесь? Здесь. Что? Деньги. Вы здесь деньги не находили? А, Я здесь деньги? Нет. А что вы тогда… А я вот автобус жду. Ну и так не приходил? Ну, как видите, Иначе у меня здесь уже не было. Да, логично. А я вот, представляете, Деньги потерял, Вот, вот прямо здесь, На этом месте. Да что вы говорите? Да. Ай-яй-яй, Неприятность какая. Значит, вы говорите, Что ничего не находили, да? Кто? Вы. Что? Деньги. Где? Когда? Зачем? Что? Откуда? Что? Так, вы меня уже запутите. Я вас спрашиваю, Вы здесь деньги не находили? А! Я здесь деньги? Нет. Ну, тогда, может быть, Вы видели, Чтобы кто-нибудь находил? Да. Вы знаете, Был один подозрительный, Что-то схватил И убежал. Куда? Туда. Туда? Ну, да, туда. Но я оттуда пришел. Тогда бы я его встретил, А я не встретил. Не встретили? Да. Ну, да, он вот туда. Пошел, передумал, И вот туда пошел. Ага. Понятно. А как он шел? Вы не могли бы Продемонстрировать, а? Ну, как, бегом, Пустой. Ну, как, ну, вот, Вот там. На лыжах. На лыжах? Да. На лыжах. Чудак-человек. Лето на дворе, А он на лыжах. Он мне сразу не понравился, да? Да. Так, значит, Вы говорите, Что ничего здесь не находили? А я вам уже говорил, Что не находил. А я вот, представляете, Деньги потерял. Да что вы говорите? Вот прямо здесь. Вот на этом месте, да. Вот прямо от неприятности. Найти ведь лучше, Чем потерять, правда? Ну, да, да. Это как в песенке, да? И, наконец, Потерял, терял, терял. Весело вам. Да. Поете? Да. Может, потанцуем, а? Спасибо. А что ж, я знаю, Хороший танчик. Буги-вуги называется. Я люблю буги-вуги. Ап! Ап! Я люблю буги-вуги. Ап! Ап! Ну, давайте. Е. Не танцуй. Может, тогда полицию вызовем? М? Я люблю буги-вуги. Ап! Ап! Я люблю буги-вуги. Ап! Ап! Угу. Понятно. Может быть, что-нибудь из классики? Ап! 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 Вуаля! Ап! Может быть, что-нибудь поэнергичнее? А? Ап! 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 Ещё быстрее! Нашёл! Что? Деньги нашёл! Скажи, деньги! Ну, родимый, пять рублей! Пятёрка! Ну, спасибо, дружище! Кстати, хорошо потанцевали, да? Да! Ну, давай! Ну, бывай, бывай, старик! Пять рублей! Что? 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 Граждане, храните деньги сберегательной кассе! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы знаете, меня иногда мучают противоречия. Вот если человека встречают по одёжке, а провожают по уму, то куда одёжка эта девается? А? Если каждый выйдет в люди, то кто ж тогда работать будет? Или можно ли заснуть вдвое быстрее, если считать по две овцы сразу? Но тогда спрашивается, что считают овцы, чтобы заснуть? Если в рекламе говорится, что к тефлону ничего не прилипает, то как этот тефлон приклеивают к сковородке? Если к купающемуся привязать буйок, будет ли он за него заплывать? А? Если есть домашние хозяйки, значит, где-то должны быть и дикие. Вопросов у меня много. Вот такой неожиданный. Когда в Диснейленде ты фотографируешься рядом с Микки Маусом, улыбается ли артист внутри этого Микки Мауса? А? Неизвестно. Но не будем занудами, не станем отвечать на эти вопросы, иначе не останется времени для артистов. Как говорится, чем длиннее тост, тем меньше времени для пьянки. Товарищ капитан, мне, конечно, не хотелось бы еще раз описывать хронику происшествия, но если вы настаиваете, подчиняюсь приказу. 25 марта в 23 часа 15 минут я приехал по вызову от покойной Харитоновой, 23-го года рождения. Тело было доставлено в морг. В морге из рабочего персонала находился только сторож Михайлович в состоянии адекватном присутствующему контингенту. На мое предложение «Вставай, я тебе девку привез», ответил коротко. «Недосуг». Товарищ капитан, поскольку свободных мест не было, я принял решение посадить Харитонову на стул рядом с Михалычем. В правую руку я положил ее паспорт, в левую – постановление о вскрытии, после чего покинул помещение, и дальнейшая картина восстановлена благодаря камерам наблюдения. Товарищ капитан, в течение последующего часа сторож и Харитонова выпивали. Харитонова к рюмке не притрагивалась, поэтому с каждой минутой нравилось Михалычу все больше. В 3 часа 2 минуты сторож прочитал постановление о вскрытии, после чего рухнул в обморок. В 5 часов 2 минуты в помещение вошла уборщица Зигматулина, поприветствовав присутствующих репликой «Гутен Морген». Она также прочитала постановление, также рухнула в обморок, только на сей раз постановление осталось лежать у нее на груди. В 6 часов 30 минут пришли санитары Пилипчук и Апанасенко с целью доставить тело на вскрытие, поскольку постановление лежало на груди Зигматулиной. Она и была погружена на каталку, доставлена в операционную, где ее положили на стол и обнажили. Товарищ капитан, может быть, на этом все и кончилось. Но, как говорится, беда не приходит одна. Как назло, именно в этот день, в 7 часов 30 минут, пришла группа первокурсников во главе с преподавателем Давидяном. Давидян призвал студентов сохранять спокойствие, ибо никаких внештатных ситуаций быть не может. Как бы в подтверждение его слов Зигматулина чихнула. Давидян выронил скальпель, после чего взял себя в руки, решив, что померещилось. На первокурсников было страшно смотреть. Согласно инструкции, Давидян повернул Зигматулиной голову. Это вернуло покойную к жизни. И она открыла правый глаз. Глаза самого Давидяна напоминали картину «Черный квадрат Малевича». А по лицам первокурсников было понятно, что они, не сговариваясь, уже приняли решение об отчислении. Дрожащей рукой Давидян потянулся к усопшей, чтобы закрыть твои глаза навеки. В ответ Зигматулина укусила Давидяна за палец. Давидян заорал, покойная приподнялась и раздраженно сказала «Ну ты мертвого разбудишь». АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищ капитан, никогда еще в морге не было так оживленно. Даже в такие минуты Зигматулина помнила про профессиональный долг и орала вслед убегающим первокурсникам «Куда она чистая?» На шум и крики проснулся «Сторож Михайлович». Только он пришел в себя, как в помещение ворвалась голая Зигматулина. «Сторож Истова перекрестился и с нескрываемым сожалением сказал «Шо ж ты только под утро надумала». «Сторож капитан, я действовал согласно инструкции, но я не могу объяснить, почему в конце концов покойная Харитонова оказалась в соседнем помещении верхом на доведяне. Рапорт закончен». Рапорт закончен. Мы часто начинаем рассуждать со слова «если». Этих «если» множество у нас. Если вид некоторых женщин вызывает желание выпить, то вид некоторых мужчин вызывает желание закусить. Если вас достают соседи громкой музыкой до трех ночи, перезвоните им в четыре и расскажите, как вам понравилось. Если памперс жмет спереди, значит, детство кончилось. Если дым стелется по земле, вернитесь и выключите утюг. Если поднимается столбом, можете не возвращаться. Но что можно сказать на это все? Если в голову лезет всякая чушь, значит, там у нее гнездо. Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что. Если у вас нет чувства юмора, не расстраивайтесь. Нас все равно большинство. Если «Война и мир» — это книга, то «Му-му» — это смс. А вот полезный совет целителя. Тоже строится на «Если». Если у вас болит голова, лягте на кровать, возьмите кошку или енота, положите себе на голову и ждите, пока животное начнет вилять хвостиком по вашей голове. О, что делается! Сразу успокаиваешься. Успокаиваешься. Получай, животное, все мои болезни. Сколько ж в мире условностей! Очень интересный набросок прислал нам корреспондент смешного Евгений Романьяк. Шутка такая, не похожая ни на какую другую. Итак, охотничьи рассказы. Рассказывает охотник. Я выстрелил. Сначала подумал, что осечка. Потом гляжу, утка-то падает. Рассказывает утка. Вообще-то я не утка. Я ворона. Лечу я однажды по небу, никого не трогаю, кроме облаков. Вдруг слышу, какой-то мужик на меня орет. Утка, утка! Я подумал, он мне комплименты делает. Присмотрелся, а у него в руках игрушечное ружье. Думаю, какой затейник. Решил, что он хочет со мной поиграть, и решил подлететь поближе. Рассказывает охотник. Вижу, падает. Попал, думаю. О-о-о! Думаю, сейчас упадет, и не найдешь. А потом вспомнил. Я же с собакой. Говорю собаке. Фас! Рассказывает собака. Ага, слышу. Говорит, фас. Я вообще-то не собака, я кошка. Я еще, когда он меня на охоту позвал, подумал, что он меня с кем-то перепутал. Просто отказаться был неудобно. Думаю, сдурел хозяин. Рассказывает охотник. Что-то, думаю, плохо падает моя утка. Медленная. Видно, не до конца я ее убил. Хватаю ружье. Рассказывает ружье. Хватает он меня, жмет на курок. А что я могу сделать? Если пульки у меня резиновые. Рассказывает охотник. Гляжу, утка на ветку упала и говорит, кар. А моя собака ей отвечает, мяу. Ну, думаю, схожу с ума. Лег на землю. За голову схватился, уснул. Через пару часов просыпаюсь. С одной стороны игрушечное ружье, с другой кошка, а на дереве ворона сидит. И голова с похмелья раскалывается. Я ведь вообще-то не охотник. Я простой алкаш. Вот и все. Семейные раздоры, ревность, измены. Вот раньше на Руси муж называл жену душа моя, жена мужа святочей моих и никакого зоопарка. Жила-была одна семья. Была у них договоренность. Четные дни во всех бедах виноват он, в нечетные она. Вообще не ругались. Вот так. Мой совет мужьям. Молтяне с понимающим выражением лица самый лучший способ беседы с женой. Это же надо было так сказать. Не переживай. Я изменяла тебе всего лишь раз в жизни. А потом добавить. Они тебе не конкуренты. Одному мужу жена так часто изменяла, что у него вырос рог изобилия. Ну и чего плохого? А вот если ваша жена изменила вам, а рога у вас на голове не выросли, то это означает, что у вас с головой что-то не в порядке. Да. Верная жена – это женщина, которая, изменяя мужу, чувствует себя немного виноватой. Понимаете? Ведь женщина порой изменяет не потому, что в ней много плохого, а потому, что в ней понапрасну пропадает много хорошего. И запомните, если жена вам изменяет, не стоит сразу предполагать худшее. Может, она не со зла это делает. Понимаете? Вот так. Здорово, Петрович, здорово. Чего тебе нужно? Пила нужна? Чего у тебя там в гараже? Пила и нет, что ли? Ну ладно, ладно, занесу. Занесу. Так, а где же у меня пила-то? Надо же, жена уборку делает, никогда после неё ничего не найти. Как ты тут всё ворчишь? Где пила? Чего молчишь? Где пила, я спрашиваю? У соседа пила. Почему у соседа? Ты всегда в гараже? А сосед всегда дома. Он позвал, я зашла. Ну это понятно. А пила где? Я же тебе говорю, у соседа пила. А что ты даёшь, кому попало? Ну ты всё время в гараже. А сосед всегда дома. Так, если пила, быстро к соседу. Ты что? Ты вот так вот меня просто отпускаешь? Ну да. Ну я совсем. Через пять минут жду обратно. Знаешь, по себе людей не судят. Тут хотя бы полчаса надо. Что ты несёшь? Ну если пила у соседа, ну принеси пилу домой. Эй, придурок. Дома пила. Ты ж сказала, что у соседа. Мало ли чё я сказала. Мы бабы такие наговорим, пойду валерьянки выпьем. Подожди, а что ты имела в виду вообще? Сядь, я найду твою пилу. Алло. Девушка, здравствуйте. Я вам уже звонил по поводу панели голубого цвета в ванную. А то жена у меня мылась, локтем задела, панель треснула. Есть? А сколько стоит? Три тысячи. Ну, дороговато, конечно. Ну, я заеду, заберу. Хорошо. Нашла я твою пилу. С кем ты тут всё болтаешь? Да я узнал про панель. Как ты узнал? Позвонил кое-куда. Мне всё подробно рассказали. Ты меня осуждаешь? А как ты думаешь? Три тысячи. Тебе и цену сказали? Как ты могла? Чем ты вообще думала? Я была молодая. Мне нужна была работа, не было денег. Я нашла работу. Ты сейчас о чём? Про панель. И я про панель. Я старался. Клеил в ванной панель. Ты сломала. Что ж ты со мной делаешь, гад, а? Вот тебе три тысячи на твою панель. Иди сам на эту панель, а я валерьянки приму. Подожди, а о чём ты только что? Придурок. Да, слушаю. Да-да, Елена Петровна, что он опять натворил? Стекло в школе разбил. Сколько двоек? Да нет, Елена Петровна, я занимаюсь сыном. Учим уроки. Елена Петровна, алё. Нет, ну что я за отец? Совсем сына запустил. Вот Серёга, сосед наш, вот он хороший отец, настоящий. Он с сыном и на каток, и в парк, и уроки вместе учит. Что ты всё бормочишь стоишь? Чего ты бормочишь? Да я про сына. А что с сыном? Да я говорю, Серёга, сосед наш, он настоящий отец. А что ты? А это-то ты как узнал? Учительница позвонила, всё рассказала. Учительница? Ну да. Она-то откуда знает? Ну так это ж всё при ней случилось. Она что, в шкафу сидела? Она у окна стояла. На девятом этаже? Учительница стояла у окна. Тут всё и случилось. А, она в бинокле с соседнего дома наблюдала? Да что ты несёт? Вот я теперь стою и думаю, какой я отец? Серёга, он настоящий отец. Прости. Прости ты меня, дуру прежнюю. Ну ты же всё время в гараже. А Серёга всегда дома. Он и словом поможет им. А, я говорю, учительница позвонила. Наш сын в школе стекло разбил. Что ж ты, гадин, делаешь со мной? Подожди, а за что ты только что прощения просил? За что? Вот тебе свои пять тысяч и вставь в своё стекло. Минутку, подожди. Алё? Что-что? Две дочки в Казани. А, пиво две бочки заказали. Ладно, сейчас подойду. Милая, мужики звонили. Там в гараже помочь надо. Я пойду, ладно? Иди, иди отсюда. Ты только не скучай, ладно? Я не соскучусь. Я к соседу пойду. Давай. Чувство юмора – вещь разнокалиберная. Когда шутников не понимают, они могут получить по морде. Когда понимают, их ждёт смех и признание. Но бывают случаи розыгрышей, когда после шутки все задаются одним и тем же вопросом. Ты что, дурак, что ли? Да, 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 да. День рождения у меня. Спасибо большое. Спасибо. Постараюсь. Не, не спрашивайте, сколько. Да, конечно. Спасибо, да. Спасибо, что вспомнили. Да. Спасибо. А что у нас с лицом? Что такое? У меня день рождения, праздник. Что такое? Что случилось? Что мы дуемся? Что? Ну, говори уже. Что? Я ноготок сломала. Ой, ты моя маленькая. Ноготок у нас сломала. Что случилось с нашим ноготком? Ударилась пальчиком на стекло. Стекло не пострадало? Стекло было лобовое, оно не режется. Что? Ты откуда лобовое... Какое лобовое стекло? Милая, ты только не нервничай, ладно? Я не нервничаю. Что случилось? Даже не знаю, с чего начать. Ну? Помнишь, я просила оставить тебя тысячу рублей на такси? Ну? Ты не оставил. Поэтому я взяла твой новый Порш. Что с моей ласточкой? У ласточки крылышко помялось. Что? Все? Все. Больше ничего? Все? Все. Господи, Боже мой. И правый глазик побился. И левый тоже побился. И бочок поцарапался. И клювик гармошечкой. Там что-нибудь целое осталось от машины? Бардачок. Там в бардачке страховка лежала. Она осталась где-нибудь? Ну? Где она? Вот она. Что это за мокрая бумажка? Она мокла, когда машину тушили. Она что, горела, что ли? Нет, не горела. Вернее, она не сама загорелась. Вернее, на нее огонь перекинулся. Откуда на нее огонь перекинулся? Что это? Какой дачей? С нашей дачей. Что с моей дачей? Милый, ты только не нервничай, ладно? Я тебя спрашиваю, что с моей дачей? А почему это с твоей? Это наша дача. Ой, тихо, тихо, тихо. Да, все, все, все. Наша дача, наша дача. Хотя сейчас чего уж там. Пусть будет твоя. Что с моей дачей? Милый, у тебя же сегодня день рождения. С днем рождения. А я на дачу прятала тебе подарок. Поехала забрать. Когда приехала на дачу, хотела нажать на тормоз, но перепутала педальки. А впереди береза стояла. Больше не стоит. Береза упала на дачу прямо на трубу с газом. Труба сломалась и зашипела. Подожди, там... Фу, там на трубе вентиль надо было перекрыть. Просто за... Ой, милый, я так принервничала. Ты же знаешь, когда я нервничаю, мне нужно покурить. Я зажигалкой черпнула и... Фу, труба шипеть перестала. Там дача... Она целая? Целая. Частично. Что такое дача целая и частично? Я не понимаю. Ну, помнишь, мы летали в Европу? Ну? Видели развалины часовни. Шестого века? Наша дача лучше. Чуть-чуть лучше. Там что-нибудь целое осталось на даче? Колодец почти нетронутый. Слава богу. Там в колодце у меня сундучок. Там золото, бриллианты, 3 миллиона евро. 5 миллионов евро. Откуда ты знаешь? Пожарные воду из колодца брали, и твой сундучок нашли. Так, они деньги не взяли? Ну, ни копейки не тронули. Прокурор сказал, ничего трогать нельзя. Какой прокурор? Которого пожарные вызвали. Прокурор что-нибудь говорил? Говорил. Что? Говорил, что всё хорошо. Говорит, даже отлично. У меня очередное звание, говорит, дадут. И премию выпишут. Мне надо сесть. Вот-вот. Прокурор точно так же сказал. Прокурор ещё что-нибудь говорил? Да. Говорил, что вечером придётся к нам с обыском. Это он? Да, прокурор с обыском. Так, паспорта. Надо бежать. Где загранпаспорта? На даче. Были. Так. Гараж сгорел? Сгорел. Слава богу. В гараже был чемоданчик. Там чёрная бухгалтерия нашей фирмы. Значит, всё сгорело. Всё. Милый, милый. Я принесла твой чемоданчик. Я подумала, он тебе нужен. Ты понимаешь, что происходит? Там прокурор ломится, а чемоданчик чёрной бухгалтерии ты привезла домой. Принесла. Машины-то у нас нет. Значит так. Держи прокурора, как хочешь, поняла? Да. Как хочешь держи. А я буду жрать эту бухгалтерию. И не пускай этого прокурора, пока я всё это не съем. С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Милый, это был розыгрыш. То есть машина цела? Да. И дача цела? Да. Ничего не было? Ничего не было. Напомни мне одну вещь. Когда у тебя день рождения? Через месяц. Все за мной. Будем готовиться к её дню рождения! За мной все! Вот интересно, кого бы выбрали обезьяны, если бы выбирали из своей среды кандидатов в человеки демократическим путём? Может быть, нашего Вашукова и выбрали бы, а? Он как раз в том времени оказался. Смотрите. Баба-бубу, баба-баба, бабу надо, бабу бы. Я б тогда сплясал ламбаду под напевы ламбады. Оглянитесь, человеки, как у нас народ живёт. А вот в нашем древнем веке было всё наоборот. Вещь, скажем прямо, не солидная Нам, дикарям, на удивление Снимает ЖКХ бесстыдное С вас три цены за отопление А вот у нас намного проще всё Не надо от квитанций маяться В костёр подбросишь пару брёвнышек И можно словно в баньке париться Не беда, что век наш дикий каменный И бесит тупина за спиной В этой жизни есть простое правило Лучше каменный, но свой Видал состав продуктов ваших я И испытал волненье сильное В котлетах суррогаты всякие А в колбасе сплошная химия У нас картина же с питанием Одно сплошное наслаждение Едим мы только натуральное Кто мясо мамонта поделает Ещё узнал, что в каждом городе С жильём у вас порой не очень-то Купить квартиру очень дорого А так пожить в комфорте хочется Таких проблем совсем не знаем мы И по квартирам не мотаемся Ведь мы в своих пещерах каменных Без ипотеки поселяемся Не беда, что век наш дикий каменный И бесит тупина за спиной В этой жизни есть простое правило Лучший каменный дно свой Чтобы исправить демографию У вас ввели недавно новшества Второй малыш в семье рождается И ей дают деньжат немножечко У нас давно такая практика До нас придумано всё грамотно Как только первенец рождается Семье вручают кость от мамонта Еще одна открылась тайна мне Что вам сейчас не очень весело Ведь по закону по-недавнему Пять лишних лет пахать до пенсии Вот только зря вы так терзаетесь Проблемы нет, скажу вам искренне Вы всё равно туда отправитесь А нам скакать с копьём пожизненно Не беда, что век наш дикий каменный И бесит тупина за спиной В этой жизни есть простое правило Лучший каменный дно свой Я, если честно, вам завидую Какая жизнь у вас прекрасная Полно продуктов в холодильнике В шкафах висят наряды разные А мы же ходим полуголые С трудом находим пропитание И вряд ли кто-нибудь поможет нам Газпром ведь ваше достояние Так что, друзья, добро пожаловать Спешите в гости в век наш каменный Постелем на ночь шкуру мамонта Дадим кусок на ужин жареный Одна лишь просьба величайшая Собою перед отправлением Возьмите спичек пару ящиков А то рука горит от трения Не всегда, что век наш дикий каменный И бесит тупина за спиной В этой жизни есть простое правило Лучший каменный, но свой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Юмор бывает разный, бывает юмор классный, бывает юмор важный, бывает и отважный. Встречал я юмор черный, немного подкопченный, ветрами просоленный и в ватник облаченный. Люблю я юмор разный, по-своему прекрасный. Когда-то и цари шутили, а теперь в некоторых странах шуты царствуют. Но будем надеяться, что все, что не делается, все к лучшему. Следовательно, лучше не избежать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова